Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 июня, я зашла обработать теплицу с перцами. Здесь я уже была, я показывала вам тут перец сорок сари, вот этот вот желтый. И показывала в этой же теплице, как я обрабатываю перцы от паутинного клеща. Сейчас я хочу рассказать, как я готовлю свои перцы к подкормке. Потому что они как раз уже достигли такого состояния, вот видите, наливаются плоды. Но то, что цветут все, это конечно, и кроме цветения у нас уже есть много плодов тут на перчиках. И вот во время налива плодов уже можно подумать о подкормке. Но это видео посвящено полностью будет тому, как я готовлю теплицу к подкормке. Потому что я хочу посоветовать вот тем, кто начинает посмотреть это видео, может быть вы переймете у меня этот опыт. Это очень удобно, совмещать все вместе, полив, рыхление, прополку, подкормку, чтобы заходить как можно реже в теплицу и тратить меньше времени. Вот я смотрю, перцы у меня уже разрослись до такого состояния, что нужно их подкармливать. Значит, вчера я предварительно немного полила их, не так сильно, но чтобы можно было прополоть и прорыхлить. Сегодня зашла, я все прополю, ну не прополола вернее, там еще видите, вот те ряды еще не доработанные. Я прополола вот этот ряд, вот этот ряд. Травы было очень много, чтобы вы посмотрели сколько травы я собрала вот с этих рядов. Видите, вот мешок с травой. Это столько перцев, ой, столько травы было на перцах. Так, теперь я вот сейчас прополю оставшиеся ряды, очень много вот этой травы, как я говорила, которые с перегноем. Но не буду я в траву углубляться. Я прополола, прорыхлила. Сейчас я еще раз их полью, но первый полив был вот так, просто как дождеванием поверхностный. А сейчас я полью в каждую лунку много воды, чтобы подкормка, которую я им дам, ушла в грунт, а не осталась на поверхности. Нужно увлажнить хорошенько. Я уже каждый раз говорю, что подкормку делаем только по влажному грунту. Я вот сейчас увлажню, дам подкормку. Подкормку я вчера говорила, в открытом грунте подкармливаю. Первый раз вот буду делать золой, калийная подкормка. И потом, после этого, когда они уже будут прополоты, прорыхлены, политы и подкормлены, 7 или 10 дней я сюда могу точно не заходить. Это очень удобно для экономии времени, особенно работающим, сделать все в один заход. Потому что кто-то, например, отдельно ходит полоть, отдельно ходит поливать, отдельно ходит рыхлить. Я уже давно, несколько лет начала совмещать эти процедуры все в один заход. Это очень удобно. Травы как раз неделю большой не будет уже, если даже вырастут какие-то малыши за неделю, перцы они уже не обгонят. Подкормка им не нужна дней 10 будет точно. Но полив, если будет очень жарко, придете, польете. А вообще на неделю, если обильный полив, то хватает. Еще раз повторю, что подкормку лучше делать, если особенно вы будете листовую какую-нибудь делать, то только утром или вечером. А если корневую, то только по влажному грунту. Даже если вы не будете полоть и рыхлить, поливать перед этим растения обязательно. Вот я сейчас готовлю свои перцы. Перцы уже выросли до такой степени, что, ну как некоторые сорта, что их можно уже употреблять в пищу. Правда они, ну как же, в технической зрелости. Ой, сейчас наклонюсь, покажу. Но некоторые в холодных регионах такие только едят. Перцы, видите, все, полноценный перец. Он уже начал приобретать какой-то цвет. Хотя конец июня, но многие перчины уже можно вполне рвать и применять на салаты. Перцы все выровнялись, все такие стали пышненькие. И поэтому я азотную подкормку не буду делать. Буду делать калийную, именно для налива плодов. Потому что они и так хорошие у них кусты. А вы свою подкормку перцем в теплице должны выбрать, как я вчера говорила, по внешнему виду. Если перчики маленькие, то нужно добавить азот. Вот в этот период, когда еще нет плодов, когда вы еще не кушаете, можно сделать просто комплексную. Азот, фосфор, калий. Ничего страшного в этом нет. За то время, пока дойдет до плодов, до употребления их в пищу, все это уже вымоется, выветрится, ничего там вредного не останется. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова и моя огородная азбука. Видите, как приправы разрослись. Приходится их сегодня вырубать лопатой. Все утро борюсь с любистоком. До свидания.